МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На карте областного центра всё яснее вырисовывается очертание некой чёрной дыры, где непонятно, кому принадлежит земля и что на ней расположено. Жители не могут оформить землю под своими домами. Проблема микрорайона Куликовка в новом выпуске программы «Среда». А проблема такова. 27 декабря 1994 года по договору купли-продажи Светлана Вальде Сальенде приобрела жилой дом. Площадь 60,5 квадратных метров. Строение расположено на участке площадью 202 квадратных метра по адресу улица Галактионова, 50 Б. В доме женщина живёт и по сей день. Только вот выяснилось, что земельного участка не существует. Дом стоит на окраине стадиона в зелёной зоне. Только стадиона на Куликовке нет, не было. Да и, наверное, не будет никогда. Но... Началось с того, что мы обратились в администрацию и начали процедуру оформления. То есть, естественно, присвоен кадастровый паспорт. Но последующие пошли отказы в оформлении земли, ссылаясь на то, что нужно провести публичные слушания. В администрации заявили отказать Светлане Николаевне Вальде Сальенде в проведении публичных слушаний. Именно тогда женщине пришлось впервые обратиться в суд. В суд, куда мы обратились, чтобы нам провели публичные слушания, как бы мы выиграли. Долго очень готовились к публичным слушаниям, всё как положено. То есть, я собирала подписи соседей всех, что как бы они не против. На публичных слушаниях представители администрации высказались солидарно с народом. Участок с расположенным на нём жилым домом оформить в собственность. Но в его оформлении вновь было отказано. Причина слушания носит рекомендательный характер. Их решения чиновники выполнять не обязаны. По генплану дом расположен в зоне С2. Это парк отдыха, стадион и зелёные насаждения. Этот генплан действует уже 13 лет и будет действовать до 2027 года. Только за 13 лет стадион не построили, парк не высадили, а дома не выкупили. Смогут ли расчистить Куликовку под это дело за оставшиеся 7 лет? Скорее всего нет, ведь нужно убрать сотни домов, переселить тысячи людей, укрепить овраги, поменять грунт. В романе Гоголя «Мёртвые души» был такой герой Манилов, мечтавший о невоплотимом и ненужном. Всё это породило даже термин «маниловщина». Именно Маниловщиной смотрится сейчас генеральный план города в отношении Куликовки. Места, по которым люди точно не представляют, что на них расположено, обычно называются чёрными дырами. Такая чёрная дыра и вот этот микрорайон Куликовка. По одному правоустанавливающему документу по градостроительному плану где-то здесь стадион, а вон там парковая зона. По другому документу, по постановлению о землепользовании, здесь расположены улицы, здесь живут люди и здесь стоят дома. Я думаю, что вы сразу не догадаетесь, что мы находимся в месте культурного отдыха ульяновцев. Вот здесь должны гулять мамы с детишками, и здесь должны стоять малые архитектурные формы, потому что здесь, согласно градостроительному плану, располагается парковая зона. Здесь чистый воздух и никакого мусора. В этих местах мы уже снимали одну из программ летом прошлого года. Тогда Ростелеком не хотел проводить интернет на улицу Первый Западный Пригород, ссылаясь на то, что и улицы-то такой нет. Опять же, по генеральному плану. Среди всего этого паркового великолепия расположены дома, в которых живут люди. Хоть этих домов и нет по градостроительному плану, однако владельцев недвижимости заставляют платить налог на недвижимость, и они исправно его платят. Микрорайон, расположенный в самом центре Ульяновска, практически не развивается. И все это от того, что никак не могут принять изменения в градостроительный план, которому уже 13 лет, 13 лет на этом месте расположена парковая зона, 13 лет на улице Галактионова расположен стадион. Тем не менее, стадиона нет, парка нет, и люди не могут оформить ни участки, ни дома в собственность. Тем не менее, платят за это налоги. Никто не может разобраться в том, в чем должны разобраться городские чиновники. Правила землепользования в городе Ульяновске находятся в прямом противоречии с градостроительным планом. Люди здесь почему-то не верят в закон. Почему за 13 лет постановления и генплан не приведены в соответствие? Почему городская дума не выражает никаких эмоций в связи с тем, что земля в центре столицы региона практически бесхозная? На эти вопросы даже юрист отвечает с трудом. Если исходить из сегодняшней уже ситуации, то мы можем надеяться на то, что все-таки когда-то соизволят у нас Ульяновская городская дума принять внесение изменений в генеральный план и указать то, что там индивидуальный жилой дом может быть размещен. В управлении архитектуры администрации города Ульяновска на камеру разговаривать не захотели даже юристы. Несмотря на то, что мы ссылались на главу пятую закона о СМИ. Первый вопрос это, каким образом установить вид разрешенного использования с учетом того, что на земельном участке стоит дом уже 30 лет. А вид разрешенного использования до сих пор не установлено. И проблема в том, что его не хотят даже устанавливать. Получается, вы в архитектуру обращались? Снимать не нужно, пожалуйста. Снимать не нужно. Снимать не нужно. Мы разрешение на съемку не давали. Правда, потом, когда оператор удалился, девушка рассказала, что нужно сделать, чтобы получить положительное решение. Только вот беда в том, что все эти шаги уже сделаны, а документов на землю нет. По поводу плана девушка объяснила, что внесение изменений процедура долгая и сложная. От себя добавим, что длится процедура уже 13 лет, и впереди еще 7. И дай бог, чтобы по истечении этого срока новый генплан оказался вектором развития, а не стоп-сигналом для развития центра Ульяновска, каким является нынешний. И суд здесь тоже бессилен. Мы подали в суд заявление, говоря о том, что на основании публичных слушаний принят незаконный отказ. Но мы проиграли. Проблема уже долгие годы нуждается в решении. Сейчас во всей стране видна тенденция к учету всего, к наведению порядка. Поэтому проблемы жителей Куликовки в этом свете предстают не местными, а государственными. Противоречие законодательных актов и правоустанавливающих документов создает коррупционную составляющую, на наличие которой сейчас проверяется каждый документ. Эти документы старые, но их жизненно необходимо привести в надлежащее состояние. разночтений быть не должно. Редактор субтитров А.Семкин